Здравствуйте, уважаемые зрители! Сегодня хотел бы вам рассказать про линкор, который только на первый взгляд ничем не выделяется среди всех остальных линкоров США, но он считается первым стандартным линкором США, на нем впервые были установлены трехорудийные башни, впервые применены котлы только на нефтяном отоплении, впервые поставлены турбины, и это только часть его конструкционных особенностей, но самое главное, конечно, были особенности, связанные с его службой, потому что и там во многих местах он был первым или единственным. Ну а поводом к этому видео стало то, что его наконец-то нашли на дне морском, и это случилось ровно месяц назад, 29 апреля, 11 мая, новости появились в СМИ, что наконец-то ветеран Перл-Харбора, линкор USS Nevada, обнаружен. Но перед тем, как мы с вами начнем, хочу рассказать о новой функции, которую я подключил на своем канале, которая называется спонсорство, и для спонсоров существует несколько вещей, которые напрямую могут влиять на то, что будет производиться на канале, в частности участие в прямых трансляциях, во время которых я и буду создавать свои видео, и доступ к опросам, по итогам которых будет выбрана тема видео на следующий месяц. Помимо этого, также можно попасть и в зал славы, подробнее ознакомиться с бонусами можно по ссылке под видео. Начать, как всегда, имеет смысл с предпосылок, поскольку очень интересно, как дошли до главной отличительной черты этих линкоров, а именно то, что в возвышенной башне у нее были двухорудийные, а не возвышенные трехорудийные, и это сильно отличает линкор от всех других линкоров. Можно сразу узнать, невада это или сестершип Оклахома. Ну, первоначально, конечно же, хотели поставить также двухорудийные башни, но все дело в том, что на линкорах предыдущего типа, которыми являлись линкоры типа Нью-Йорк, таких башен было уже аж 5. И дальнейшие проекты, которые предусматривали увеличение огневой мощи, предусматривали, что будут поставлены аж 6 даже уже может быть башен, и не очень было понятно, до какой степени вообще можно растить это количество башен. Имеет все-таки смысл переходить на трехорудийные, но, конечно же, тут проблема, потому что трехорудийных башен в Америке тогда не было, необходимо было разрабатывать их с нуля, и одну из проблем с ними связанных считали то, что из-за того, что там будет три отверстия в лобовой броне вместо двух, то лобовая броня будет уязвима для попадания вражеских снарядов. Выяснили, что это на самом деле не совсем так, были и другие проблемы, которые необходимо было решать, и в конечном итоге та конструкция, которую уже применили в Неваде, она была несовершенна по одной простой причине. Башни с тремя орудиями условно можно разделить на два типа, и они по-разному называются, как по-английски, так и по-русски, и на русский можно это перевести как трехорудийные или строенные. Разница между ними в том, что на всех последующих более современных кораблях трехорудийная башня предполагала то, что каждый ствол может стрелять по отдельности, и подниматься и опускаться тоже по отдельности, и, например, на более современных кораблях типа Северной Каролины или Айовы видно, как стволы развязаны между собой. На Неваде же башня была именно стройная, то есть все три ствола поднимались, опускались одновременно, заряжались они тоже одновременно, и стрелять могли все только вместе. Это значительно снизило скорострельность, и в результате перезарядка занимала не примерно 30 секунд, как на всех линкорах США А-50. При строительстве корабля необходимо было учитывать проблемы еще и с размещением башен, а вернее с боезапасом для этих башен, потому что на типе Делавер, который вступил в строй в 1910 году, то есть буквально за два года до того, как начали строить корабли типа Невада, выяснили, что погреба башни, которые находятся в центре корабля, то есть погреба, которые находятся рядом с котельными отделениями, они перегреваются, и соблюсти там какую-то безопасную температуру невозможно. Именно поэтому еще и решили убрать эту башню, которая была где-то в центре корабля, при этом необходимо было сохранить все-таки залпы, количество стволов, ну и в целом это все привело к тому как раз, что башни разнесли по оконечности. Помимо этого, как я уже сказал, на корабле была возвращена схема, которая на самом деле до этого уже использовалась во флоте США, схема бронирования все или ничего, и потом она стала стандартной для американских линкоров. То есть для того, чтобы осуществить эту схему бронирования, необходимо было максимально забронировать то пространство бортовое, за которым были машины, орудийные погреба, ну соответственно барбеты, понятное дело, были, башни забронированы, и помимо этого были еще и траверзы, и броневая палуба. То есть в принципе в центре корабля находилась коробка, и эту коробку броневую поразить было практически невозможно, ну тяжелее, чем все остальное, и даже полное уничтожение и затопление оконечностей не должно было приводить к потоплению корабля, если не повреждена как раз вот эта вот броневая цитадель. На самом деле мы потом посмотрим по службе, и то, что этот корабль был первый из этого типа, понятное дело, что там были, как всегда, определенные детские проблемы, но эта схема бронирования все или ничего показала себя с наилучшей стороны. При этом по бронированию были определенные проблемы, связанные с противоторпедной защитой, потому что даже на момент его строительства противоторпедную защиту считали абсолютно недостаточной, и она была ограничена тем, что необходимо было, ну во-первых, просто бортовую броню, помимо этого надо было еще машины поставить, и на противоторпедную защиту осталось очень мало пространства. В дальнейшем ее улучшили за счет того, что при модернизации в конце 20-х годов поставили другие котлы, их количество уменьшилось, соответственно, уменьшился объем, который они занимали внутри корабля, и за счет внутреннего именно объема нарастили противоторпедную защиту. Но насколько это помогло сказать, сложно, потому что в Перл-Харборе что Невада, что Оклахома получили торпедные попадания, которые вывели их из строя, но при этом Невада одно, а Оклахома сразу несколько, и на такое количество попаданий, какая угодно ПТЗ, рассчитана не была бы. Бронирование корабля тоже по факту впервые было рассчитано на противодействие снарядам своего калибра в том смысле, что толщина брони предусматривалась равной калибру орудий, и первоначальная толщина главного бронепояса должна была составлять 11 дюймов или 279 миллиметров, но в дальнейшем ее подняли почти до 14 дюймов, 13,5 и 343 миллиметра. Странное такое расположение башен, в принципе, обусловлено тем, что корабли, когда закладывались, предполагалось, что там будет 10 орудий калибра 356 миллиметров, и, например, в 4-х трехорудийных башнях так разместить их было невозможно, потому что было бы 12 орудий, и на последующих кораблях так и сделали, на Пенсильвании, на Нью-Мехико, там уже было, соответственно, 12 орудий, 356 миллиметров. Необходимо было также еще обсудить и то, какая скорость будет у кораблей. Рассматривалось несколько диапазонов скоростей, которые, в принципе, отличались примерно на полузла, там 20, 20,5 или 21, и после спуска на воду у Невады, например, скорость была 20,5 узлов, ну а в дальнейшем по ходу модернизации она снижалась и финально дошла до 11 узлов, и использовать Неваду вместе с другими стандартными линкорами, у которого была скорость 21, было затруднительно, потому что приходилось снижать скорость сразу всей эскадры. Еще одной особенностью Невады было то, что на этом типе, на оба корабля поставили разные машины, то есть на Неваде стояли турбины, на Оклахоме стояли стандартные машины тройного расширения, и сделано это было для того, чтобы посмотреть, насколько турбины будут лучше или хуже стандартных машин, с учетом того, что на кораблях поменяли тип топлива, и они были на нефтяном отоплении, соответственно, жидкого топлива можно было бы залить больше, но как бы это все изменилось, показала бы только практика, и в принципе, что Невада, что Оклахома не отличались тем, что могли пройти большое расстояние, по проекту они должны были проходить 8000 морских миль на скорости 10 узлов, на деле это было намного меньше, в районе 6000 миль на скорости 12 узлов, и максимальной скоростью в 20 узлов, это было примерно 2000 морских миль. Вооружение, как я уже сказал, это были 14-дюймовые орудия, Mark III, 45-ти калиберные, и орудия в дальнейшем, конечно же, ну как и все, модернизировались, стреляли они первоначально с нарядами весом 1500 фунтов, или 635 килограмм, бронебойные, скорость была 790 метров в секунду, и максимальная дальность была не более чем 20 километров, но угол возвышения у орудий кораблей постройки еще до Первой мировой войны был всегда низкий, и вот здесь он составлял всего 15 градусов, в дальнейшем его повысили минимум в два раза, и дальность, соответственно, тоже выросла, где-то примерно до 30 километров, что, в общем-то, тоже не является выдающимся результатом. Помимо этого была вспомогательная артиллерия, были 5-дюймовые орудия, и с ними, ну и на самом деле не только с ними, а в целом с мореходностью корабля были большие проблемы, потому что борт надводный был в корме всего лишь 4,5 метра, а в носу примерно 7,5 метров, и корабль считался достаточно мокрым, и не отличался хорошей мореходностью, и все те орудия, которые находились на палубе, заливались, и практически нельзя было их использовать, поэтому постепенно по мере модернизации, уже начиная с 20-х годов, их начинают все снимать. Так же, как и на большинстве кораблей постройки тех времен, там были торпедные аппараты, которые могли стрелять торпедами весом по 146 килограмм, но их, естественно, тоже сняли во время модернизации. Тип Невада был также одним из первых кораблей, на которые поставили зенитные орудия 76-мм, но понятное дело, что это были, в принципе, противоаростатные пушки, и, конечно же, их тоже меняли сначала на универсальные, но и потом уже перед войной, и во время войны, в ходе нескольких модернизаций, заменили на стандартные для Америки, Орлеконы и Бафорсы. Особое внимание при бронировании кораблей было уделено тому, что необходимо было обеспечить именно горизонтальное бронирование, потому что дальность увеличивалась, и снаряды могли падать, но отвесно на палубу, соответственно, поэтому необходимо было горизонтальную броню сделать потолще. В самом толстом месте броня при этом доходила палубы до 159 мм, бронепоезд главный, как я уже сказал, был 343, барбеты по 330, броня башен тоже была значительная, во лбу, например, 457 мм, ну и броневая рубка была забронирована до 406 мм. Про модернизацию кораблей поговорим, уже когда по шкале времени подойдем ко времени этой модернизации, а пока давайте начнем рассказ про то, как эти корабли служили. Ну, первоначально они были разработаны в 1910-1911 году, заложены в конце 1912-го, спущены на воду весной 1914-го и вступили в строй не в Ада 11 марта 16-го года, а Клахома 2 мая 16-го. Первым командиром линкора был назначен тогда еще капитан Уильям Симс, который в дальнейшем станет адмиралом, будет командовать силами ВМС США в Европе во время Первой мировой войны. Личность его в некотором смысле интересная и показывает, насколько ему доверяли тогда, что дали в управление новейший линкор США. Естественно, было очень много публикаций в прессе, самый новейший, самый мощный, самый крупный корабль в мире, ну и все в духе пропаганды. Понятное дело, что новейший линкор хотели отправить сначала в Европу, для того, чтобы он принял участие в Первой мировой войне, но в Великобритании тогда не было достаточного количества топлива, и здесь как раз не на руку сыграло то, что он был на нефти, поэтому первыми отправились линкоры, которые ходили еще на угле, и Невада отправилась только в конце 1918 года. В принципе, ничего такого интересного за время Первой мировой войны не было. Базировались они в Ирландии, вместе с Оклахомой и Ютой, и ни в каких сражениях с немецкими кораблями не участвовали, поэтому чего-то супер эпичного здесь рассказать, конечно, сложно. Как и многие линкоры, Невада участвовала в эскортировании транспорта Джордж Вашингтон, который перевозил президента Вудро Вильсона, когда он отправлялся на подписание мирного договора во французский Брест, и обратно флотилия вернулась в декабре 1918 года, и линкоры принимали участие в многочисленных парадах, в том числе в Нью-Йорке, и есть большое количество этих фотографий. Межвоенный период обычно тоже ничем значительным не выделяется, командиры корабля постоянно менялись, и если посмотреть, за 32 года службы там сменилось почти 30 командиров, ну, можно сказать, что большая часть командовала линкором меньше года. В начале 20-х годов Невада вместе с Аризоной посещали Перу, в 22-м году Бразилию, и в дальнейшем были визиты в Австралию и Новую Зеландию в середине 20-х годов. Все это осуществлялось в рамках визитов доброй воли или в качестве эскорта, например, в ту же самую Бразилию. И за это время, естественно, было большое количество учений, в рамках которых пытались определить, как эти корабли лучше применять. Уже с середины 20-х годов были планы, естественно, по тому, что корабли необходимо модернизировать, и в частности это казалось всех знаменитых сетчатых мачт, которые заменили потом на треноги и мачты, и модернизация проходила в конце 20-х, начале 30-х годов, помимо того, что поменяли мачты, поменяли еще и котлы на более современные, убрали почти что все орудия неудачные, в том числе и зенитные, и поставили 5-дюймовые зенитные орудия, примерно так же, как это сделали на кораблях уже последующего класса, типа Нью-Мехико. И, в принципе, на протяжении 30-х годов линкор, который к тому моменту был уже далеко не современный, не принимал участия в каких-то событиях. Как и в судьбе многих других кораблей, которые пережили Пёрл-Харбор и войну, у нее было много чего уникального, то, что ей помогало. И здесь тоже, ну, случайность не случайность, но, тем не менее, Невада переходила на другие снаряды, утяжеленные, и поэтому весь боекомплект из нее был выгружен, буквально за несколько дней до того, как было нападение на Пёрл-Харбор, и это в дальнейшем линкор спасло. Более того, стояла Невада отдельно от всех, и если посмотреть на схему вот этого Бэтлшип Роу, то есть ряда линкоров, Невада стояла последняя, и она стояла не попарно с кем-то, а стояла одна, что, естественно, дало ей сразу возможность для маневра. Ну и третьим решающим фактором в своем выживании Невада обязана, в принципе, одному-единственному человеку. Это был прапорщик Джозеф Таусик, который тогда был офицер он-дек, ну или можно перевести как вахтенный офицер, который отвечал за корабль в утро воскресенья 7 декабря, и он буквально за несколько минут до начала атаки отдал приказ о том, чтобы поднимали пары еще в одном котле, для того, чтобы перераспределить нагрузку, но это сыграло на руку, в том смысле, что когда началась атака на Пёрл-Харбор, Невада практически первая смогла дать ход и начать уходить из этого ряда смерти. Несмотря на это, правда, буквально первая же торпеда, которая была опущена в сторону Невады, поразила ее, но и здесь Джозеф Таусик как командующий расчетами зенитной артиллерии показался с лучшей стороны и этот самолет, который опустил первую торпеду, был сбит. И в дальнейшем, когда дивизион борьбы за живучесть выровнял крен контр-затоплением, линкор дал ход и стал уходить, зенитчики под руководством Таусика сбили как минимум еще 4 самолета, что, в общем-то, очень неплохой результат. Понятное дело, что японцы, которые до этого тренировались и в знаменитом фильме Тора, Тора, Тора даже есть кадры, где там японцы тренируются на специальной карте, которую они там протягивают под самолетом и я потопил Неваду. Понятное дело, что они не могли допустить того, чтобы линкор ушел и по некоторым сведениям они его хотели потопить так, чтобы перекрыть выход из пролива. Понятное дело, что, скорее всего, бы им это не помогло, но в любом случае бомбардировщики выбрали своей целью Неваду и по разным данным в нее попало от 6 до 10 бомб. Бомбы попали почти по всем надстройкам корабля и некоторые пролетали даже на вылет, учитывая, что подали они в незабронированные оконечности, но одна единственная бомба, которая разорвалась рядом с первой башней, воспламенила запасы авиационного керосина и это привело к значительным пожарам, ну и тот пожар, который видно на фотографиях, как раз из-за этого. Однако эти цистерны с авиационным топливом находились рядом с погребами боезапаса первой башни и если бы они в тот день не были пустыми, то скорее всего линкор бы взорвался и в общем не было бы дальнейшей никакой его службы. Тем не менее, примерно спустя 2 часа после того, как началась атака на Пёрл Харбор, линкор из-за того, что были массивные затопления, было решено выбросить его на берег и тем самым хоть как-то его спасти, однако через то отверстие после торпедного попадания попало достаточное количество воды, чтобы затопить линкор практически до центра, то есть до котельных отделений. Всего на корабле погибло достаточно большое количество людей, 60 и 110 было ранено, но это конечно не сравнить с тем количеством, которое погибло на Оклахоме, которое получило несколько торпедных попаданий, опрокинулось и затонуло. Ну, про Оклахому в общем-то и рассказать толком нечего, потому что она пролежала до 43-го года в Пёрл Харборе и после того, как решили, что корабль восстанавливать уже не будут. Была очень долгая операция по его установке на ровный киль. Есть достаточно эпичная фотография, где с помощью большого количества специальных тросов линкор переворачивают. Есть фотографии повреждений, которые получил линкор, и после того, как его вернули в вертикальное положение и немножко подремонтировали, его решили просто на самом деле разделать на металл, но даже с этим не справились, потому что разделать на металл его хотели в Японии уже после войны и отправили его туда на разделку, но он попал в шторм, затонул, и местоположение Оклахомы на данный момент неизвестно. Ну, в общем-то, быстренько про судьбу Оклахомы рассказали, теперь можно возвращаться к Неваде. Естественно, линкор был не настолько сильно поврежден, как многие, и его было решено, понятное дело, что восстановить. Первоначально восстановление заключалось в том, что необходимо было восстановить ему плавучесть. Для этих целей использовали очень большой пластырь, заплатку, которую подвели под корабль, и в результате восстановили его плавучесть, завели его в сухой док сначала в Пёрл-Харборе, заплатку убрали и линкор восстанавливали примерно до февраля-апреля 42-го года, после чего, так как верфи не были способны восстановить полностью повреждения, он отправился на веер в Паджет-Саунд, и там он пробыл до октября 42-го года, где, наконец, все ремонтные работы были закончены. Там же проходила одновременно и модернизация, и согласно заметкам, которые были в журнале распознавания специальным такой классификатор кораблей, было написано, что Невада издалека похожа на линкора типа Южная Дакота. Заменили ему все пятидюймовые устаревшие орудия на спарки стандартные, 38-калиберные, ну и понятное дело, что поставили эрликоны, бафорсы, и в принципе, это был его практически окончательный вид, хотя по ходу войны он также проходил модернизации, но в частности касающиеся его зенитного вооружения. И первой крупной операцией после того, как он вернулся в строй, была операция по возвращению контроля над Алиутскими островами, и в частности он обеспечивал бомбардировку острова Атту. Интересно эта операция тем, что это было единственное сражение во время Второго мировой войны, которое происходило на сухопутной территории США. Ну, возможно, имеет смысл как-то потом подробнее об этом рассказать и остановиться, потому что даже фильмы про это сняты. Несмотря на то, что это самый удаленный остров из Алиутских островов, и сама компания там была примерно две недели, и участвовало там суммарно с обоих сторон примерно всего 20 тысяч человек, это не миллионы, как, например, на Советско-германском фронте, но, тем не менее, просто интересен тот факт, что это единственное сражение на сухопутной территории США, когда еще японцы в Бонзай пошли, это единственный Бонзай на сухопутной территории США, поэтому, как бы, про это можно будет как-нибудь потом рассказать. Но после этого понятное дело, что линкор отправился назад, и его отправили в Атлантику для того, чтобы он прикрывал атлантические конвои, была еще вероятность, что немцы могут какой-нибудь свой капитальный корабль вывести на перехват, но этого не случилось, какой-то современный отправлять вместо Невады не хотели, чтобы не жертвовать современными кораблями, да и на Тихом океане нужны они были, ну и потом можно переходить уже к высадке в Нормандии. В Нормандии Невада участвовала в обстреле пляжа на участке Юта и отличилась тем, что стреляла очень точно, потом она участвовала в обстреле на участке, где расположен Шербург, и отличительной особенностью Невады в участии в Нормандии стало то, что это единственный линкор, который был и в Пёрл-Харборе, и в Нормандии. За все то время, что Невада провела при обстреле укреплений, она была накрыта береговыми батареями 27 раз, но при этом не получила ни одного попадания прямого. Сразу же после того, как высадка в Нормандии с поддержкой кораблей закончилась, корабли отправили на захват французского побережья на юг, то есть в Средиземное море, и первым делом необходимо было отвоевать Тулон. Кодовое название этой операции было операция Драгун, и корабли, которые туда отправили, в основном представляли собой старые корабли, но в частности Невада, Техас, Арканзас, британский Рамилес, французский Лорейн, и несколько крейсеров. Операция эта проходила с середины августа по середину сентября 44-го года, и Невада в основном участвовала в том, что обстреливал участок, защищаемый батареей из 340-мм орудий, которые называли Большой Уилли, или Биг Уилли. С какой-то точки зрения можно сказать, что это была дуэль корабля с кораблем, потому что эти орудия были сняты со старого французского линкора Прованс, после того, как французский флот затонул в Тулоне. Во время захвата Тулона, и в частности этого форта берегового, Невада сделала 354 залпа, и несмотря на то, что Тулон был 25-го захвачен, форт этот держался еще несколько дней, но опять же, несмотря на то, что он практически был уничтожен, его сравняли с землей, орудия в том числе и с Невадой. После того, как было сделано так много выстрелов, а корабль уже в общем-то был старый, и стволы тоже были не первой свежести, необходимо было заменить лейнеры. Для этих целей Невада прибыла в Нью-Йорк, и часть орудий заменили на орудия, которые до этого стояли на Аризоне, получились такие бушные немножко стволы, но после того, как процесс модернизации был закончен, Невада отправилась через Панамский канал, обратно на Тихий океан, и в феврале 45-го года приняла участие в обстреле Ивадзимы. Дистанция, на которой корабли подходили к берегу, составляла 550 метров, ну, по факту, практически в УПО расстреливали остров, и укрепления, которые на нем находились, и в дальнейшем она уже в конце марта принимала участие в захвате Окинавы, где с ней случилось очередное приключение, потому что в результате атаки Камикадзе один из самолетов врезался в районе башни номер 3, было повреждено как палуба, так и самолет, который стоял на катапульте, было убито 11 человек, 49 было ранено, и башня была повреждена вместе с орудиями, и с некоторым количеством 20-ти миллиметровых эрликонов, в результате чего корабль необходимо было чинить. Но даже это старый линкор не смогло вывести из строя, и до середины лета он находился на Окинаве, ну, и в каких-то других операциях Невада не участвовала, потому что тут и война закончилась, хотя если бы она продолжилась, то Невада входила в тот флот, который должен был вести обстрел уже домашних японских островов, но этого не случилось. В принципе, судьба корабля была уже предрешена, и даже несмотря на то, что он был и ветераном Пёрл-Харбора, и участвовал в высадке в Нормандии, и прошел так много, и действительно в некоторых смыслах был кораблем уникальным, смысл его держать во флоте не было, когда было такое большое количество новейших линкоров, и несмотря на семь боевых звезд, которые он получил за время войны, было решено, что он вместе с большим количеством других кораблей примет участие в операции Crossroads, или Перекресток, и это масштабные атомные испытания, во время которых оценивалось воздействие атомного взрыва на корабли, надводные, ну, подводные, подводные лодки, взрывов, как известно, было два, Эйбл и Бейкер, первый был воздушный, то есть бомба взрывалась на высоте нескольких сотен метров над поверхностью воды, а второй был подводный, и даже здесь Неваде была выделена отдельная роль, потому что те фотографии, которые неискушенный глаз может увидеть в интернете, где Невада выкрашена в ярко-оранжевый цвет, может подумать, что это какой-то фотошоп, или какая-то ошибка, или еще что-то, но нет, Невада была центральной мишенью для первого взрыва, который был воздушный, и необходимо было с бомбардировщика сбросить бомбу ровно на Неваду. Корабли были расположены очень плотно, и на расстоянии меньше чем 500 метров от Невады было до 9 кораблей, включая известные такие, как, например, Нагата или Энтерпрайз, ну, вообще, достаточно большое количество было кораблей, которые не менее прославились, чем Невада во время Второй мировой войны, но бомбардировщик немножечко промахнулся, но, на самом деле, достаточно сильно он промахнулся, несмотря на все, с какой-то точки зрения это показывает, что даже в идеальных условиях, даже по кораблю, который специально выкрашен в такой ворвеглазный цвет, попасть сложно, уж что там в боевых условиях, когда еще какие-нибудь зенитки будут по этому бомбардировщику стрелять, в общем, бомба попала не туда. В центре взрыва в результате оказался транспорт, который, естественно, тут же потонул, и, скорее всего, если бы она попала действительно куда предназначалась, то потонули практически бы все корабли, которые там были, но Невада этот взрыв пережила, большая часть надстроек была сильно повреждена, частично уничтожена, но на основании этих взрывов сделали многочисленные выводы, в частности, то, как корабль расположен, очень сильно влияет на то, будет ли он потоплен или нет, потому что некоторые эсминцы были расположены значительно дальше, чем, например, те, которые были в районе Невады, но, тем не менее, потонули, а было это из-за того, что расположены они были бортом, а не по направлению взрыва, кормой, или, например, носом, и, естественно, удар от взрывной волны в борт был намного более разрушительным. Помимо этого, на кораблях были расположены животные, несколько сотен было подопытных морских свинок, крыс, хомяков, и даже, в том числе, на Неваде, и это очень интересно, потому что я вам показывал картинку, где был талисман корабля-козел, так вот, на палубе Невады, уж не знаю, специально ли или так получилось, было несколько козлов, которые там паслись тебе, закованные в цепи, и исследовали, как взрыв и последующая радиация повлияли бы на животных. В результате выяснили, что хоть корабли в целом и не теряли плавучесть, и даже какая-то часть оборудования была не повреждена, но даже животные, которые находились в самом толстом месте в глубине корабля, несмотря на то, что доза там была снижена на 90% от изначальной, практически все они получили смертельную дозу радиации, ну, те, которые были на палубе, погибли в течение нескольких дней, некоторые выжили, нашли там свинью, которая плавала где-то между этими линкорами, и потом вроде бы по легенде вернули ее назад в зоопарк в Нью-Йорке, неизвестно уж, насколько это правда, но данные были получены ценные, что скорее всего после ядерного взрыва, если даже корабли его и переживут, команда вся скорее всего погибнет, и корабли просто превратятся в призраки. Но на этом испытания на Атоле в Бикини не закончились, потому что был второй подводный взрыв, ну, и здесь Неваду уже не стали мучить, здесь не надо было уже никуда целиться, бомба была заранее заложена где надо, но Невада находилась намного дальше, чем в первый раз, и те корабли, которые были в эпицентре, значительно пострадали, но Невада этот взрыв спокойно себе пережила, и с ней в принципе ничего серьезного не случилось, но, конечно, наведенная радиация там была настолько серьезная, что каким-то образом деконтаминировать корабль и его в дальнейшем использовать не было даже и мысли, поэтому его отбуксировали в Пюрал-Харбор, где он и простоял примерно еще два года, после чего решили, что надо от него избавиться. Его использовали как корабль-мишень, отбуксировали его на учение 28 июля 48 года и в течение четырех с половиной дней четыре тяжелых крейсера и линкор Айова обстреливали Неваду и так и не смогли ее потопить. В результате только 31 июля линкор потопили торпедным попаданием и вот эта вот ее твердость или как по-английски говорят toughness, то есть какая-то крепость, жесткость, сложно даже перевести в выживаемость, действительно дали ей право называться самым живучим кораблем США, поскольку пережить Перл-Харбор, пережить высадку в Нормандии, пережить атаку Камикадзе, вообще в целом пережить две мировых войны, два атомного взрыва и четыре дня обстрела новейшим линкором с калибром 406 мм, ну я думаю, что это более чем доказывает, насколько была правильно изначально выбранная концепция с бронированием все или ничего и насколько даже первый корабль, на котором сделали такую схему бронированию, был мощным в плане своей броневой защиты, поэтому очень интересно было, когда линкор действительно нашли на дне морском, правда изучили его очень так вскользь, но я думаю, что большая часть того, что там сняли, еще не опубликовали, но конечно он сильно разрушен, у него отсутствует оконечности, на палубе разрушено практически все и линкор вообще перевернулся, когда тонул, это видно даже по тем кадрам, которые были при его затоплении и находится он на глубине практически 5 километров, но исследовательская команда сказала, что они будут дальше продолжать его исследовать, на нем даже осталась там оранжевая краска и остались определенные надписи на палубе и номер его виден, что в общем очень интересно. Такая вот судьба была у первостандартного баттлшипа США, в котором было применено столько разных всяких новых штук и действительно он прошел всю вторую мировую войну и несколько раз отличился и действительно заработал вот это вот звание самого крепкого корабля во флоте США. На сегодня все, что я хотел вам рассказать. Как всегда, надеюсь, что вам было интересно и полезно. Не забывайте посмотреть несколько десятков других видео о истории самолетов и кораблей Второй мировой войны. А с вами был Фуриус и до скорых встреч. Субтитры сделал DimaTorzok